От автоматизации фабрик до создания инновационных биологических препаратов. Искусственный интеллект меняет цифровую экономику уже сейчас. Аналитики прогнозируют, что умные технологии удвоят ежегодные темпы экономического роста к 2035 году и полностью трансформируют рынок труда. И пока одни руководители только задумываются о пользе искусственного интеллекта и машинного обучения, другие вовсю используют потенциал инноваций для совершенствования механизмов принятия решений в компаниях и роста бизнеса. Вопросом, как искусственный интеллект изменит общество и бизнес, задавались гости ежегодного форума Navicon Data Talks, посвященного аналитическим инструментам нового поколения. Бизнес изменится, и не надо этого бояться. Машины, они вполне способны в самом ближайшем будущем взять на себя много рутинных операций. Но полностью от человека мы не избавимся в процессах, во всяком случае, в обозримом будущем. Это останется контроль за машинами, экспертная оценка, решение всяких форс-мажоров и креативная задача там, где машина пока пасует. Сейчас в производство все больше и больше приходят роботы, процессы автоматизируются, роботизируют. Те процессы, которые будут заменены машиной, будут заменены раз и навсегда. Но люди, которые там раньше этим занимались, они, как правило, с высокой долей вероятности, они будут заниматься более интеллектуальной деятельностью. Сегодня от теоретического анализа новейших технологий компании все чаще переходят к их практическому применению. Искусственный интеллект меняет бизнес-процессы на глазах, делая их более точными и эффективными. На сегодняшний момент хорошо применяются эти технологии в задачах прогнозирования. Это классические задачи прогнозирования спроса, прогнозирование отгрузок. Это все, что связано с так называемой концепцией Next Best Offer. Достаточно много применений сейчас этой технологии в таких индустриях, как финансовый сектор, телеком, ритейл. На сегодняшний момент хорошо применяются технологии машинного обучения в производстве. Если мы говорим про коммерческие компании, то есть там, где динамика продаж определяется конкуренцией, где динамика продаж определяется тем, что было раньше, то здесь искусственный интеллект достаточно хорошо себя показывает. Один из лидеров в области внедрения новых технологий – компания IBM. Основными стратегическими направлениями ее развития стали облачные сервисы и когнитивные технологии. Многолетние инвестиции в эти направления позволяют клиентам компании принимать качественные бизнес-решения. Искусственный интеллект во многом влияет и на HR-сферу. На рынке продолжается постоянная дискуссия о том, какие профессии исчезнут, а какие останутся, как изменится рынок труда и смогут ли роботы сами набирать персонал. Машина классно решает рутинные задачи, но как только самолет нужно посадить на аэродром в какой-то ветер или резко перенаправить в другое место, нужен пилот. Кому нравится рутина, у тех могут быть какие-то проблемы, на мой взгляд. Но вряд ли таких людей много и в любой профессии есть то, что нужно делать, но на что никогда не хватает времени. Есть совершенно прекрасная фраза о том, что машина может обыграть человека в шахматы, но брать шахматы с шахматной доски потом должен будет человек сделать. Поэтому совершенно точно, что все, что касается креатива, все, что касается сервиса и все, что касается профессионализма, здесь, безусловно, будет человек. Там, где необходима вариативность принять решение, пока искусственный интеллект на данном этапе, к сожалению, не готов. Возможности искусственного интеллекта активно используются в ритейле. Теперь бизнесмены могут больше знать о своих клиентах и даже предвосхищать их желания. Всем понятна клиентская аналитика, которая дает возможность персонализации, реализации стратегии кастомер-центрик с точки зрения ритейла. Но, на мой взгляд, еще большие перспективы таятся в интегрированном бизнес-планировании, когда мы можем поставить оперативное, стратегическое и тактическое планирование в один ряд, используя предиктивную аналитику, точнее предсказывать спрос, ассортимент, и планировать, и осуществлять логистику. С приходом новых технологий меняются форматы рекламы. Особый подъем переживают сферы диджитал-продвижения и продаж в интернете. В интернет-рекламе, ну и в маркетинге в целом, большие данные имеют очень огромное значение, особенно сейчас. Не секрет, что данные о вашем поведении в интернете, они собираются. Они собираются и привязаны к конкретному человеку, они обезличены. И этих данных очень много. Не меньшее влияние искусственный интеллект оказывает на сферу здравоохранения. Становится все больше источников информации. Значительно меняется сама медицинская практика. В медицине технология обработки данных используется очень давно, и вся доказательная медицина основана на данных, и только на данных. Без данных ты не зарегистрируешь никакой препарат. Что же касается бизнеса, войти в технологии машинного обучения, анализа данных, скажем, middle данных, да, не очень больших, но все же они помогают посмотреть, где ты находишься, помогают найти новые способы взаимодействия с клиентами и помогают увеличить продажи. Искусственный интеллект уже давно не будущее, а реальность. Он помогает развитию отношений с потребителями, совершенствованию кадровой работы, оптимизации бизнес-процессов, превращению продуктов в сервисы и даже смене моделей. Гости на Викон Дейта Токс подтверждают необходимость подобных дискуссий и встреч. Действительно много представителей бизнеса, и это не просто случайные люди, которые пришли на форум, это люди, которые действительно хотят узнать что-то для себя новое. Люди, которые мотивированы и заряжены на то, чтобы слушать и обсуждать актуальные проблемы искусственным интеллектом. Искусственный интеллект уже здесь. Машины уже делают свою работу рядом с вами и делают это так, как может только машина. тихо, не жалуясь на работу, не прося отпускные, не уходя там в отгулы и т.д. Искусственный интеллект уже с нами сегодня. И добро пожаловать не в будущее, а в настоящее, где машины помогают бизнесу становиться суперменами.